Здравствуйте! Это программа 112. В студии Юлия Гаврюшина я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории региона зарегистрировано 237 происшествий. Из них 8 преступлений, из которых 5 раскрыто в течение дежурных суток, по трем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 84 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушения на территорию округа сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. С 22 по 23 мая на территории Ненецкого автономного округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», в ходе которого проверено 254 адреса возможного проживания неплательщиков штрафов. С 97 гражданами проведена профилактическая беседа о необходимости своевременной оплаты штрафа и ответственности, предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации в случае его неуплаты. Вручено 123 квитанции для оплаты штрафа. Составлено два протокола об административном правонарушении. В адрес службы судебных приставов исполнителей для принудительного взыскания направлено 166 неисполненных постановлений. 23 мая 2018 года в целях профилактики нарушений, связанных с управлением транспортными средствами со стеклами, светопропускания которых не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Свет». Проверено 27 транспортных средств, составлено 11 административных материалов. 25 мая текущего года проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого проверено 49 транспортных средств, составлено 10 административных материалов. Выявлено 2 гражданина, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 24 мая 2018 года на территории города Наринмара и поселка Искателей, а также в населенных пунктах Заполярного района, госавтоинспекторы совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних управления и участковыми полномочными полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл», которое было направлено на профилактику правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками отдела ГИБДД проверено 28 единиц техники, из них 9 мотоциклов. Составлено 7 административных материалов на водителей мототранспорта, в том числе за управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке, за нарушение регистрации мотоцикла. Стражами порядка изъято 2 мотоцикла, 1 скутер и автомобиль, который в настоящее время находится на специализированной штрафстоянке. Также сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних на родителей двоих юных нарушителей ПДД составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию своих детей. Проведено 13 профилактических бесед, направленных на соблюдение правил поведения на дороге, экипировку при управлении двухколесным транспортом. Окружные госавтоинспекторы напоминают всем владельцам мотоциклов уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать к управлению мотоциклом лиц, не имеющих права управления. С 15 по 23 мая сотрудниками полиции при взаимодействии с представителями отдела в Ненинском автономном округе, регионального управления ФСБ России по Архангельской области и отдела Росгвардии по Ненинскому автономному округу проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, в ходе которого полицейскими выявлено 28 административных правонарушений, из них 13 в отношении иностранных граждан за нарушение въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации и в отношении 15 граждан за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Должностными лицами вынесено 25 решений о наложении административных штрафов на общую сумму 91 тысяча рублей. В ходе проводимых проверок сотрудниками полиции разъяснялся иностранным гражданам порядок пребывания на территории региона и осуществления трудовой деятельности. В дежурную часть управления обратился местный житель с заявлением о хищении 8 тысяч рублей с его банковского счета посредством услуги «Мобильный банк». Сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее хищение, установлено. Им оказался житель округа 38 лет. Полицейский мужчина рассказал, что в марте этого года, находясь на лечении в одном из отделений Ненецкой окружной больницы, он тайно воспользовался сотовым телефоном одного из больных, переведя через мобильный банк денежные средства в сумме 8 тысяч рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уважаемые жители округа, стражи порядка призывают вас ответственно относиться к своему имуществу. Не оставляйте без присмотра мобильные телефоны, особенно если на них установлены какие-либо банковские приложения. В Управлении МВД России по Ненецкому автономному округу возбуждено еще одно уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейским пострадавшая рассказала, что с целью возврата утерянного мобильного телефона она разместила объявление в социальной сети ВКонтакте. Вскоре на указанный номер ей позвонила женщина, представившись работником ломбарда, и сообщила, что мобильный телефон находится у нее, и она его вернет при условии возмещения ее затрат. Работница ломбарда обманным путем вынудила жительницу округа пройти к банковскому терминалу и перевести 3000 рублей, после чего мобильный телефон отключился, и женщина, поняв, что стала жертвой аферистов, обратилась в полицию. Уважаемые жители у региона, стражи порядка в очередной раз призывают вас быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Не торопитесь переводить денежные средства незнакомым и малознакомым людям. Настаивайте на личной встрече. 23 мая 2018 года в окружную полицию обратилась еще одна жертва велосипедной кражи, которую совершил 8-летний мальчик. Велосипед, не оснащенный противоугонными средствами, на момент хищения находился в подъезде под лестницей. Сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данный несовершеннолетний вместе со своим другом двумя днями ранее похитили еще два велосипеда. В настоящее время сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних решается вопрос о постановке юных злоумышленников на профилактический учет, а их родителей о привлечении к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления выявлен факт присвоения жительницы округа чужого имущества в крупном размере. Стражами порядка установлено, что с октября 2016 года по март 2017-го женщина, являющаяся работником службы курьерской доставки и материально ответственным лицом, приняла деньги за наложенный платеж от получателя экспресс-отправлений. В дальнейшем эти денежные средства через кассу не провела, кассовый чек клиентам не предоставила. Тем самым присвоила их, причинив имущественный ущерб курьерской службе на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. Следователем управления по данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В ноябре 2015 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт приобретения жителям Ненецкого автономного округа алкогольной продукции на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей, оклеенной поддельными акцизными и федеральными специальными марками. Мужчина, заведомо зная о незаконности своих действий, приобрел свыше 8 тысяч бутылок алкоголя на интернет-сайте и организовал его доставку по зимнику в город Наринмар грузовым автомобильным транспортом с целью дальнейшей продажи на территории региона. Следователем управления уголовное дело расследовано и направлено в Наринмарский городской суд, который признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. В управлении МВД России по Нейнскому автономному округу велось следствие в отношении руководителя строительной организации, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2014 году директор данной компании, действуя совместно с сообщником, внес изменения в учредительные документы общества о его месте нахождения с адреса находящегося в городе Архангельске на адрес в городе Наринмаре с целью участия в конкурсе, проводимом в рамках реализации ведомственной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа на 2014-2017 годы. Руководитель общества вместе с заявкой для участия в конкурсе предоставил фиктивные документы о намерении осуществлять в регионе производства пенобетонных блоков для сферы строительства. После признания организации победителем конкурсного отбора на ее расчетный счет переведены денежные средства в размере полутора миллионов рублей, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Наринмарский городской суд признал экс-директора общества виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Помимо этого, суд обязал осужденного возместить причиненный Ненецкому автономному округу имущественный ущерб в размере полутора миллионов рублей. 27 мая 2018 года в городе Наринмаре в рамках проведения Всероссийской акции «Единый день велопарадов» в Российской Федерации состоялось массовое мероприятие «Велопарад» организованное спортивной школой труд в целях популяризации велосипедного транспорта. Общественный порядок и безопасность граждан обеспечивали 24 сотрудника управления. Нарушений правопорядка не допущено. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.